Наш YouTube канал набирает оборотов и сегодня мы находимся на GDPR Summit, организаторами которого является ассоциация EMA и финтех издания Payspace Magazine. Наше первое интервью мы запишем с руководителем издания Александр Денисов, Саша. Привет! Хочу у тебя уточнить, почему вы решили проводить мероприятие, которое в Украине действительно узкоспециализированное? Почему такой выбор? Ведь вокруг очень много сфер, которые возможно было подхватить, собрать огромнейшие форумы на тысячи, даже две тысячи человек. Согласен, Лида, да, интересный вопрос. Дело в том, что мы, в принципе, как издание смотрим немножко в будущее, как журналисты. Когда запускался сам проект Payspace Magazine, тогда еще вообще даже не знали в Украине, что такое слово финтех. Издание в этом году исполняется 9 лет уже. Несмотря на то, что эта тема, кажется, очень узкоспециализирована, она на самом деле затрагивает абсолютно все компании. Абсолютно все. То есть будь то финтех, будь то компании, какие-то там соцсети, да. То есть сайты обычные, там продажи техники, все что угодно связано на самом деле с обработкой персональных данных. То есть с того момента, когда человек вводит какую-то информацию или заходит на какой-то сайт, когда там собираются куки даже те же, это уже относится к персональным данным. Поэтому эта тема очень скоро станет у нас актуальной, особенно когда пойдут штрафы от соответствующих органов. Скажи, пожалуйста, вот твой личный опыт. Ты когда заходишь на сайт и нужно, это своеобразная такая плата, да, за то, что мы покупаем там что-то в интернете, мы вводим свои личные данные. Ты бережно относишься, вот вздумываешь, где же я могу оставить свои персональные данные, там, почту, имейл. А на каком сайте вот не стоит этого делать? Ну, по поводу лично меня, я однозначно уделяю тому большое внимание, да. То есть у меня есть там отдельный финансовый номер, отдельные, отдельные имейлы, которые я регистрирую на не то, что сомнительных сайтах. На сомнительных сайтах лучше вообще ничего не регистрировать. Вот, есть сервисы, которые позволяют проверять сомнительный сайт или нет на самом деле. Вот, поэтому, естественно, этому нужно уделять внимание, да. То есть нужно, как бы, заботиться информацией, там, что вы выкладываете в соцсети. Как бы это все, это все понимают, да. То есть, но важный момент то, что компании этому должны уделять внимание уже сейчас. Почему? Потому что лучше инвестировать в систему безопасности компаний, да, по обработке личных данных уже сейчас и понемногу, чем когда уже придет время, да. То есть, когда уже там прилетят штрафы и будут бегать руководители и понимать, там, какие суммы нужно уже вложить. Но это процессы, постановка и настройка этого, это все процессы безопасности. Это достаточно не быстрые процессы и долгие. То есть, это работает даже целая система и она должна работать слаженно. Согласна. Вот об этом и даже больше этого мы сегодня обсудим на нашем стенде компании «Платон». Друзья, я напоминаю, что скоро стартует регистрация на премию «Space Magazine Awards». Да. Саша, поправь меня. Когда уже будет старт и мы сможем вот действительно… Запланировано на 15 октября старт премии «Space Magazine Awards 2020». Вот, поэтому, пожалуйста, могут участвовать абсолютно все финтех-компании. Заходите на наш сайт. То есть, ну, уверен, что… Будет интересно и ярко, как всегда. Презентацию ивента, да, презентацию ивента вы увидите. Вот. И, как бы, будем рады всем новым компаниям, которые появились на рынке, да, стартапам. Пожалуйста, это участие в премии бесплатное на самом деле. Уже премия проходит пятый год. Это будет юбилейная премия, вот. Актуальную информацию, чтобы повышать свою финансовую грамотность, можно видеть всегда на нашем сайте psm7.com. Спасибо большое тебе за интервью. Друзья, вы ставьте, пожалуйста, нам колокольчик, подписывайтесь на наш канал. И я думаю, что мы будем рады рассказывать о самых актуальных новостях, которые касаются финансовой грамотности. Удачи! 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 Удачи!